Ну что, здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казаку Фэмили, и мы начинаем проходить уже третий эпизод Салифлейс. Так что, в принципе, пересаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек. С вами Казаку Фэмили, и мы, в принципе, погоним дружочек. Так что, всем приятного просмотра, а мы, в принципе, начинаем. Так, играть за каракулю. Эй, ты в порядке? Понятно. Что стряслось с твоим другом? Он узнал правду, и правда уничтожила его душу. А теперь оставь нас, пожалуйста, в покое, твоя голова напугает детей. Можешь рассказать, куда он отправился, чтобы найти прозрение? Он пошёл к премудрому пророку, который живёт за лугами смерти, но круглоголовый туда никогда не доберётся. А как же? Здравствуй, ты утконос? Вы в порядке? Что стряслось с вашими конечностями? Ооо, да не в жизнь. Как будто себя почувствовал, спроси я, что стряслось с твоей головой. Я не хотел вас обидеть, я просто... Фи, иди доставать кого-нибудь другого. Мда. Здравствуйте, мисс. Не обращай внимания на мою сестру, она капризничает из-за солнца. Ничего страшного. Наших предков растел в зал Великий Зверь. С тех самых пор наш город рисует бесконечности. Какой же зверь на такое способен? Мы о таком не говорим. Если хочешь узнать больше, отыщи за гранью смерти жрицу. Опа. Ты Великий Зверь, и тебе, дружок, не сдохнуть. Прости, не обрежу внимания, я свой нравничаю из-за солнца. Великого Зверья не видели больше сотни лет. Ты знаешь, где найти пророка? Ты про сумасшедшую старую коргу, которая живет за грани смерти? Просто спустись по этой лестнице, как всегда. Мда. Это кто? Здравствуйте. Тебе не стоило сюда приходить? Где я? Там, где живет темнота. Это лук смерти? Когда выиграет солнце, происходят ужасные вещи. Ясно. Вы пророк? Палки зовут меня разными именами. Вы знаете про Великого Зверя. Множество лет назад он выпался из Великой Дыры. Десятки лет он пожрал палки, но бестательный взрыв прикончил его. Многие считают, что Зверь мертвый. Нам так хватает ума думать иначе. Что за Великая Дыра? Трицать лет назад мы прорвали ее в бумажной материи этого мира. Великую дыру, что задержит сознание миру. Как до нее добраться? Что для тебя значит правда? Всё. Прошу прощения, мистер Фишер. Сау, проснись. А? Как-то не похоже на математику? Ох, простите, наверное я задремал, но я уже завершил тест. Я знаю, дорогой, ты прошёл его, но постарайся больше не засыпать до конца занятия, хорошо? Конечно, это не повторится. И мистер Фелпс. Смотрите в свою собственную работу. Урок почти окончен, убедитесь, что перед выходом сдали свои тесты. Эй, чудила. Никто не любит белых и пушистых. Сали, кромсали. Никто не любит больных. Задир, Трэвис. Тебе что, заняться больше нечем? Заткнись, сука, я не с тобой говорил. Знаешь, если ты вытащишь палку из задницы, то может ты узнаешь прелести жизни, может даже заведёшь друзей. Отъебись, педрила, у меня больше друзей, чем у тебя когда-либо будет. И ты своего папочку. И ты своего папочку этими губами целуешь? Уверен, уверен он... Какого хера у шлёпок? Ты как, Сал? Я в порядке. Давай доложим на этого придурка. Не, не парься, поверь, так будет только хуже. Мне приходилось сталкиваться с задирами и похлеще Трэвиса. Сал, у тебя кровь. На всё в порядке, правда. Вот, давай я вытру своим платком. Подожди, погоди, ты не можешь, я... Как это мило. Вот, просто небольш... Вот, просто небольшая царапинка. Не переживай, её почти не видно. А, спасибо, Эш. Эээ, ребята, что случилось? Опять Трэвис? Вот мудила, я его убью. Ларри, я в порядке, всё нормально, не парься. Сал прав, не надо ворошить говно, только хуже будет. Если он подохнет, едва ли. Тогда он наверняка будет летать по всей школе, и мы встретимся с этим уёбоголовым ещё на два года. Ха, и это говорит главный скептик? Вы же знаете, что я люблю вас, но история о призраках, это слишком даже для меня. Значит, хочешь спустить поведение Трэвиса на тормозах? Оно того не стоит, плюс если подумать, кто знает, какая у него дома обстановка, в его злойстве наверняка есть причины. Да, он наверняка бесится только из-за того, что сэндвич с колбасой сдвинули на завтрак. Хей, серьезно, впервые вижу, что кто-то так сильно любил дерьмовиши и обед. Это же прям тюремная еда, а ещё он любит, не любит пицца пятница, и как можно не любить пиццу, это бесчеловечно. Может, он пришелец? Ха, только этого нам не хватало. Псс, Ларри, когда рядом не будет сала, я помогу тебе кокнуть Трэвиса. Я всё слышал. Хм, лоу. На следующий день, колбасный день. Гениально. Нокфилская высшая школа. Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам. И птички летают, да. Клёво. Так. Вам не кажется, что эта колбаса странно пахнет? А мне казалось, на прошлой неделе она была не очень, но это её явно превзошло. Я слышал, что эту колбасу делают из козьего мяса. Кажется, на прошлой неделе после колбасного дня куча народа не пришла в школу из-за плохого самочувствия? Ребят, не надо портить, не обед. Пожалуйста. Это единственная приятная часть дня. Групповое совещание? Я за. Я тоже. Я в деле. Развлекайтесь, я останусь вспыхом. Надо узнать, правда ли я с этой колбасой что-то неладно. Может попалась плохая или просто просроченная говядина? Или плохие козы, говорю тебе, братан. Это полный стрём. На говядину вообще не похоже. Данный продукт, вероятно, является смесью дешёвых мясных компонентов из различных источников говна, свинины, курицы или индейки. Тот, чувак, у меня желудок в трубочку свернётся. Словно повторение ход дожьего инцидента? Ох, надеюсь, нет. Возможно, Сал прав. Вполне верно, что с мясом что-то не так. Я хотел бы проверить наши сэндвичи в лаборатории. И посмотреть, удастся ли обнаружить следы бактерий и признаки истечения срока годности, но не помешают и узнать конкретные ингредиенты. Ладно, Эш, иди с Тоддом. Помогу ему в лаборатории. Мы с Ларе постараемся накопать больше информации о колбасе. Дело говоришь. Мда. Так. Привет, Мэйпл. Ты разве я не будешь обедать? Мама опять сделала мне сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Я устала есть одно и то же. О, ну, если ты не собираешься. Конечно, ты можешь его съесть в пых. О, хуруменно. Хм. Нокфилская... Нокфилские войны, по-моему. Так. Чё? Не. Ладно. Так. А, ну, поговорим тогда с Трэвисом. Как раз показалось, что мусор чуял. Какие планы, голубки? Усохни, Трэвис. Разве парочка сэндвича не жаждет твоего внимания? Вам повезло, что сегодня колбасный день. Угу. Здравствуйте, Ким. Мы хотели бы спросить про колбасу. Не могли бы вы рассказать, где школа её закупает? Почему тебя так интересует колбаса, а? Каким невкусно готовят? Нет-нет, нам просто интересно, где... Ну-ка, детишки, возвращайтесь на свои места. Никаких больше вопросов. Как думаете, можем мы увидеть упаковки или... И никаких упаковок. Прижмите попок стульем. Вперёд. Да уж, вот это провал. Она всегда выглядит такой несчастной. Интересно, почему не уволится? Такое ощущение, будто её мутит от вида детей. Или типа того. Чувак, а что если этот... Это Ким отравляет? Я бед. Не знаю, осталось ли в этом городе место для очередной теории заговора, но думаю, стоит узнать. Может, у тебя получится прошмыгнуть в офис директора и взглянуть на её досье? А я пока узнаю, как там дела у Тода. Лады, посмотрим, что получится. Окей. Так, я так понимаю, что нам в этот валить. В холл, да? Ну, в холл так в холл. Так, это столовка, это выход. Ага, это двор. Ну как? Все учителя в кабинете. Жду подходящего момента, чтобы проскользнуть. Ага. Ну окей. Чего? Ну а как в толчках ничего нет. Так. Шкафчики. Серьезно? Они уже открыты? Интересно. А, скрепками. Скрепками мы ещё не нашли, да? Понятно. Кабинет, миссис. А вот и скрепка, да? Отлично. Таблица Менделеева. А, нет. Бесконечное число Пи. Да. Хм. У меня в жизни, походу, бесконечное число Пи. Полный Пи. Так. Эйнштейн. Пластилин. Мы нашли. Так. Пока нет. Удалось достать ингредиенты. Нет, пока нет. Она ушла, чтобы достать для меня кое-какие материалы. Рекомендую поискать у кладовки уборщика. А вообще она уже должна была вернуться. Ага. Ладно. Так, 202-й. Это двор. А вот и Эж, да? Эй, что такое? Ммм, да вратская кладовка закрыта. Мне нужно было кое-что оттуда взять для проверки колбасы. Я бы отдал скрыть замок, как показывал Ларри, но моя заколка застряла в скважине. Хмм, тут не помешали бы плоскогубцы, но... Ага, они либо в кладовке, либо у уборщика. Только вот он всегда уходит во время обеда. Посмотрим, что мне удастся найти. Спасибо, а я пока продолжу попытки открыть дверь. Так. Хорошо. Скрепку мы нашли. Пластилин мы нашли. С Тревисом мы поговорили. Так. А, точно. Вернуться назад, значит, да? Окей. Это другой двор, что ли? А, нет, мы можем так сократить, да? Точно. Птицы. А, по-моему, нужно найти мячик. Так вот, где этот мячик? А, вот он. Давай. Так, мячик мы нашли, это хорошо. Так, нужно ещё обыскать шкафчики. Поехали тогда. Так, шкафчик. Эш. Компотики, мотики, компотики, да? Тот. Понятно, тут у нас, как обычно, тот. Так. Тот. Ларя. Хирали. Из Хирали. Так, ладно. Био-хазалт. Так. Окей. Тогда попробуем помочь Ларе. Так, чё там? Ну как? Все учителя в кабинете жду подходящего момента, чтобы проскользнуть. Ладно, подожди. А если нам сначала отдать этой эш-пластилин? Она чё-нибудь надыбает? Эээ, подожди. Может получится использовать пластилин, чтобы вытащить заколку? Стоит попробовать. Крутяк, я её вытащила, да ещё и дверь открылась. Наверное, мне почти удалось открыть её, когда заколка застряла. Ладно, у меня есть всё, что нужно. Можно идти в лабораторию. Круто. Позже навещу Астода, мне ещё нужно достать ингредиенты. Эммм. Ну, ладно. Нафиг мы это делали, но да ладно. Так, подожди. Надо сначала отвлечь мячиком птиц. Подожди. А где использовать в окно? Ну да. Ну и... Давай. О, что это было? Не знаю, кажется, звук шёл снаружи. Ничего не вижу. И я. Может опять эти глупые птицы? Хм. Ну как, удалось проскользнуть? Ага, классно ты придумал, отвлечивая, я видел их досье. Крутяк, и как... Есть там что-то полезное? Но мне не удалось хорошенько всё рассмотреть. Если сможешь снова отвлечь учитель, может я просто сопру досье? Нет, не стоит привлекать лишнее внимание. Лады, ты тут босс. Так что будем делать? Дай мне минуту, я что-нибудь придумаю. Так. А-а-а... Предложи камеру. Вот, используй камеру, чтобы сфотографировать досье. Отличная мысль, братан, я наготовен. Окей. Ещё раз скинуть тогда в окно. Что это было? Не знаю, но кажется, звук шёл. Ничего не вижу. И я. А, опять глупые птицы, окей. Достал? Чувак, досье пропало. Чё? Как это? Никто не прошёл бы мимо тебя незамеченным. Да ладно, я просто стебусь, братан. Фотка у меня. Ах ты жопа, тараканья. Ха-ха, зачёт. Давай поглядим. Так. Ммм. Кажется, я знаю, что делать. Встретимся в лаборатории. Лады. Так. Так, это главный вход. Он нам нафиг не нужен. Правильно? Правильно. Поехали дальше. Так. Так. И чё за ингредиенты нужно было достать? Так, что-нибудь нашёл? Пока нет. Удалось достать ингредиенты? Нет, пока нет. Да в смысле? А чё нужно доставать-то? Подожди. А-а-а-а. Птиц фотографировать, я забыл. Точно. Птичек надо сфоткать. А я и забыл. Ой. Он туда пошёл. Так. Птички, птички, невелички. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Так, где тут у нас птица? Тик. Тик. Вот она. Тик. Отлично. Теперь можно отдавать. По-моему, Ким у нас птиц любит. Так. Можно подкладывать. Так. Та блять. Убери. У меня для вас кое-что есть. О, что? Фотография птички? Ты сфотографировала её? А? Для вас небольшая блага. Нараза за вашу работу. Ты милый мальчик, Саня. Спасибо. Я тут подумал, они могли бы мне сказать, откуда привозят колбасу. Почему тебя так заинтересовала колбаса? Думаю, нам с друзьями очень нравится эта колбаса, так что мы хотели бы узнать, где можно её купить. Это делала рук миссис Пакертон, стопроцентная говядина. Она привозит её с фермы каждую неделю. Вот, держи немного мясца за то, что подарил Ким милую фотографию. Спасибо огромное. Угу. Да. Теперь точно в лабораторию валить или нет? Так вот. Я принёс ещё колбасы. И идеально. Ким сказала, что её делает миссис Пакертон. Ого, нифига себе, она ведь живёт в апартаментах, откуда она достаёт мясо. Ах, да, я забыл, что она там живёт. Я очень редко её вижу, наверное, за всё время, всего пару раз её в здании замечал. Она поздно возвращается. Думаю, она совмещает несколько работ. Учитывая, мне так-то много платят, так что это обычное дело. Впрочем, когда миссис Пакертон дома, там довольно шумно, и это странно. И что будем делать? Спросим миссис Пакертон об этой странной подработке? Или вы сами попробуете докопаться для правды? Ээээ, не знаю, что там произошло. Давайте немного сами повынюхиваем, прежде чем пойдём к Пакертон. Не нравится мне всё это. Если и правда происходит что-то хреновое, не стоит давать Пакертон знать, что мы этим заинтересовались. Точняк. Хорошая мысль, Салли. Ладно, тогда почему бы вам с Ларри не осмотреть кабинет миссис Пакертон, пока идёт обед? А мы с Тодом закончим исследование колбасы. Считаешь мысли? Ладно, скоро вернёмся. Ларри, постоишь на стрёме, жду у дверей на случай, если кто-то решит сюда зайти. Лады. Так. Ящики закрыты. Ты ведь помнишь, как открывать замки? Я тебе показывал. Да, но здесь нет замочной скважины. Нужна комбинация гремучий случай. Ну и как нам открыть эту хреновину? Дай-ка я посмотрю. Так. Пароль, я знаю пароль. Так. Три, один, четыре, один. Три, один. Открыл. О, здорово сработаны, чувак. Что внутри? Кипа работ по математике и... Погоди-ка, здесь есть скрытый отсек. Чувак, да тут какая-то крепотень. Что там? Я не уверен. А, ну да. Там какая-то металлическая коробка, прям как... Чёрт. Это опять произошло? Ага, я... Ты уверен? Может, дело в обезвоживании, ты ещё не пообедал? Всё окончено. Всё окончено. Ээээ? Всё уже закончилось. Но... Неважно, нужно встретиться с Тодом Эшли. Эй, ребят, мы нашли в столе у Пакертон какие-то стрёмные штуки, а как тесты продвигаются? Мы не выявили никаких признаков вредных химикатов и бактерий. Впрочем, думаю, мы всё согласимся с тем, что здесь происходит нечто странное. Что бы это ни было, давайте пока не говорить об этом пыху. Беднягу чуть удар не хватил, когда перестали подавать мясной рулет. Да, Эш права, пусть это остаётся между нами, пока не поймём, что происходит. Ладно, похоже, мы знаем, что дальше делать. Блин, я опять пропущу всё самое интересное. Мне нужно будет присмотреть за Беном до прихода родителей, а может и после. Позднее, в этот же день. Мне понадобится немного времени, чтобы всё подготовить. Ничего страшного, мне всё равно нужно сначала кое с чем разобраться. Ладно, встретимся в комнате Тодда, когда все будут готовы. Да, отлично. Забились. Так, а что нам дальше-то делать? Идём один прикольчик сделаем. Так, с этим. С рисуночем. Так. Хм, чистый мольберт. Вот так. Хм, мёртвый картофан. Так. Хм, пам-пам-пам. Хм, мёртвый картофан. Так. Что нам тут дано делать? квартиру о подожди-ка амузон новый можно послушать неинтересно и а короче ничего соды особенного ясно цветы кажется кто-то подарил лизе букет к нему предложу на записку не говорится поправляйся с наилучшими пожеланиями генри ясно так в каком мы живем номере 402 что там у нас в хате происходит а то же наша хата подожди-ка комната отца под кроватью что-то есть это старая фотография мамы я думал отец всех их выбросил привет мам я скучаю надеюсь ты обрела покой на обороте написано генри ты мой лучший цвета в темном царстве не верится что у нас будет малыш я так счастлива все просто замечательно люблю тебя диана окей так пароль компу нужен пароль который мы пока что не знаю на бывает так но это мы уже видели комната сало чайная кружка супер геймбой лады кстати кто не знает тут пародия на twin peaks и пародия на эдвард ножницы поэтому я думаю отсылки некоторые кто-то узнает надеюсь по крайней мере так прикол сейчас будет с котом хотелось бы глянуть ууууу прости гизма я не знал что ты здесь сейчас еще прикол код вообще топчик отжигает сау мне снова нужно на работу буду поздно если не поужинаешь с лизой и лари в холодильнике есть кое-какие остатки прости что последнее время я постоянно занят может удастся выбраться куда-нибудь на выходных люблю тебя папа ясно так чё там было чё там было а записка так чё спускаемся на первый этаж читаем наверно про чай наверно ну да чай теперь стоит 50 баксов добрый день салли как поживаешь в этот денек здравствуйте мистер десан я в порядке а вы как прекрасно юноша о она чудесно благодаря вам с лари у меня собственно чайная я скучаю по временам когда расставал чай жильцам бесплатно но я просто не мог себе позволить продолжить я рад что вам нравится а еще считаю что брать деньги за чай абсолютно резонно вас все понимают как я рад это слышать так есть новые жильцы боюсь что нет хотя на следующей неделе приду смотреть на комнату ух уверен что вам скоро улыбнется удача терренс а если вам чем-то понадобится помощь не стесняйтесь у меня ее попросить ты так добр сал спасибо я обязательно запомнил да доб а добрый день ну да ладно так генри фишер мусор мусор уйсал фишер мне письмо нет обратного адреса как-то странно конверт пустой что за фигня ладно окей так а на какой нам вообще нужный этаж а ну это мы делали сейчас ммм чё страницы что ли собирать или чё так чё то я запутался ммм а мы вообще сможем пароль так активировать без каких-то дополнительных этих ммм а так а а 49 11 45 . . . . . . . . окей по письму опять пустое так ладно пустое а дальше 102 нафига нам идти в 102 вообще типа вариантом идти в 102 или не вариант а нет цель встретиться в 202 но тогда сразу а ну хотя в принципе можно мисс розенберг зайти а здравствуй милый сали у вас усталый голос в порядке да я в полном порядке просто эти классные собственные мысли ты знаешь что на бывает вы дочитали эту книгу дочитала она вам вроде бы понравилась концовка не по душе пришлась очень со концовок лишь ложь которую мы рассказываем себе чтобы создать обманчивую иллюзию надежды что вы имеете ввиду в реальности не бывает честных финалов сал финал един для всех и он ужасен смерть вы не можете знать точно роза даже если и так то разве жизнь не становится от это еще более драгоценным даром это наша единственный шанс я так ярко как только можно пока нас не поглотила вечная ночь поэтому я пытаюсь прожить свою жизнь как можно полнее на случай если другого меня не будет не для тебя мальчик мой о не обращай внимание дитя меня восхищает его оптимизм я его боюсь уже давно потеряла окей береги себя сал и все а подожди активировать приставкой или так пока бабуль мисс розенберг эй где вы мисс розенберг прощай роуз что-то мне подсказывает что ты была к этому готова чем бы то ни было надеюсь и теперь счастливее где бы то ни было письмо на мое имя опять пустое все понятно короче тут ничего особо а нам нужно походу двести первую квартиру погнали чем чё тут особо походу задерживаться так о родители туда здравствуйте миссис морисом и салья собираетесь на поиски очередного приключения что-то типа того я думаю это прекрасно жизнь полна потенциальных приключений и невероятных тайн которые только и ждут когда их изведу вы абсолютно правы да нужно просто поймать момент хотя порой приятно расслабиться на диване после дня понимаешь о чем я с рэем смотрели телевизора затем отрубили словно маленькие дети хе-хе разве он не милаш да наверно только вот у вас нет телевизора да разве это не прекрасно жить без всего этого шума ну да я пойду для внатуре у них теле конец х да ну понятно комната будет заперта а вот и подготовка вы готовы? да я подключился камерам и смогу зацикливать запись пустого хола пока вы не вернетесь будьте осторожны аааа готово круто надо быстренько управиться пока она не вернулась чувак тут как жопу воняет с душком грязных ног божечки лучше нам тут не задержится не могу долго переносить эту вонь Зацени-ка эту картину, что если Пакертон правда работает на ферме? Не знаю, у меня от этой картины странное ощущение, словно озноб. О, да, я тоже чувствую. Давай осмотримся. Погнали. Так. Радио не включается. Тут здоровая упаковка под кузников. Как думаешь, они пользуются мисс Пакертон? Наверное, чувак, Пакертон же развалюха. Он заполнил колбасой, замороженными овощами и другими продуктами. Ничего необычного. А-а-а. Тут ничего, да? Туалет. Фу, мерзость, там здоровенная личинка плавает. Тут тоже ничего, да? Так. Нашел в холодильнике что-нибудь странное? Да не обычные продукты, но на морозилке висит замок. Сможешь его открыть? Дай мне минуту. Окей. Так. Спальня закрыта. Часы застряли на 3.14. Готово. Сейчас, подожди. И эта спальня тоже закрыта, да? Так. Ладно, давай, открывай. Так и знал. Это правда, козы? Я же, блядь, так и говорил, чел. А еще, фу, мерзость. Не думаю, что все так просто. Давай попробуем забраться в те спальни. Ладно. Так, а я вот не помню, подожди. Эм, привет, малыш. Ме-е-е. 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 Что это была за хренотень? Призрак козы, судя по всему. Мне, наверное, уже не стоит удивляться, но такого я точно не ожидал. Да. Так. Радио, да? А ну-ка. А, нет, подожди. Просто, да? Так, а на какую волну нам радио мутить? 1, 2, 12. Время. А, 104,7. И. Допустим. Так, а часы на сколько переводить? А, 12, 12. О, первая спальня открылась. Давай посмотрим, что внутри. Давай. Здесь кто-то есть? Здесь кто-то есть? Здравствуйте. Эй, мистер Пакертон, здравствуйте. Думаю, он тебя не слышит. Ты прав, судя по всему, он находится в каком-то вегативном состоянии. Чел, какой же пиздец, а ещё этот гадкий запах точно отсюда идёт, фул. Давай быстренько оглянемся, а потом свалим. Так, во всех этих статьях говорится о смерти мистера Пакертона. Если он мёртвый, то кто же лежит на кровати? Что я хочу узнать? Так это какого хрена здесь так много обосранных подгузников? Серьёзно, тип. Что тип за хуйня? Понимаю о чём ты. Меня от этой квартиры просто тошнит. Ты же не думаешь, что она использует? Не, нафиг. Даже думать об этом не хочу. Думаю, если бы секретным ингредиентом было человеческое говно, тот бы заметил это в лаборатории, тебе не кажется? Думаю, да, но без понятия, вот честно. Давай просто поторопимся. Окей. Вы мистер Пакертон? Моргните, если слышите меня. Здравствуйте. Ага, понятно, только через систему. Юное дитя, прошу, помоги мне. Как вы, мертвы? Я нахожусь посередине. Страдаю уже, кажется, целую вечность. Это с вами мистер Пакертон сделала? Когда-то мы любили друг друга. Или я так думал? Да, это её рук дело, пожалуйста. Ты должен помочь мне прервать эту бесконечную агонию. Что кладут в колб... А, я могу... Ну что кладут в колбасу? В колбасу, боюсь, тут я мало что знаю. Эта комната моя тюрьма. Гробница вечной печали. Я никогда не смогу выйти из этого состояния. Так, я могу как-то вам помочь. Ты должен отключить эту жуткую машину. Но это разве... Не... Это положит конец моим страданиям, освободит меня от мучений. Вы уверены? Прошу, дитя, умоляю, поторопись, пока она веревернулась. Отключить. Надеюсь, что правильно поступил. У тебя не было выбора, чел. Несчастный мужик страдал. Он этого хотел. Да, наверное, просто я... О, чёрт! Она вернулась! Быстро спрячемся за этим комодом. Если мы отсюда не выберемся... Я... Люблю тебя, чувак. Я тебя тоже люблю, чел. Ты мой самый лучший друг в мире. А ты мой приятель. А ты мой приятель. Папа вернулся домой пораньше. Папа вернулся домой пораньше. Так что я сразу поехала сюда. Простите, что напугал вас. Я... Это мистер Пакертон? Он... Это был он, но больше нет. Он наконец-то обрел покой. Чёрт. И, пожалуйста, не говорите, что в колбасу добавляют это. Надеюсь, что нет. Я не уверен. Осталась ещё одна комната, в которую мы не заглядывали. Надо пробраться туда перед тем, как уйти. О, зацените, пока мы прятались, я нашёл под комодом связку ключей. Отлично. Какой-то из этих ключей открывает вторую спальню. Давайте посмотрим, что внутри. Всё что угодно, лишь бы выбраться из этой комнаты. Окей. Мы пробрались. Что за... Боже мой. Не к добру это. Ещё один грёбаный кодовый замок. Так, подожди-ка, я ещё хочу смотреть. Да тут просто какая-то скотобойня. Хм. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что там, да. Так. Так. М-м-м-м. 14, 13. Мы по самые уши влябались. Нужно позвать на помощь. Там нет костей. Что? Там нет костей, одно только... Мясо. Чувак, они завязывают. Эш права. Нужно позвать на помощь. Ты разве не понимаешь? Нам никто не поможет. Каждый раз, когда тут что-то происходит, это скрывают. Культ, Люк, Чарли, Миссис Сандерсон, как знать, что ещё скрывает это место. Мы не можем доверять копам и не можем рассказать своим родителям, потому что они захотят обратиться к копам. Они так и не поверили мне ничему, что мы им рассказали. Так что же нам делать? Не знаю, блин, с каждым разом всё хуже. Пакертон режет людей на кусочки и подаёт их в фу. Теперь я буду совсем иначе смотреть на колбасу. Ну так. Ну так что, вы спросили, почему я не ем колбасу, и я рассказал вам почему. Вы ведь так любите невероятные закрученные истории. Неужели не рассказываете, что было дальше? А зачем себя утруждать? Вы, скорее всего, не поверили ни единому моему слову. А дальше история становится ещё более невероятной. К тому же вы наверняка всё обрежете и выставите меня по телевидению чокнутым. Если расскажете нам остаток истории, мы пустим её в эфир, как есть без редактуры. Я вам обещаю. Я слышал, как вы упомянули имя Тодда Моррисона ещё до того, как вы к нему ездили. Мне тут ничего не рассказывают. Да, мы вчера снимали про него сюжет. Он в порядке, он всё ещё в больнице. Давайте так. Вы закончите историю про колбасу, а я расскажу вам про Тодда. Окей. Перед тем, как мы вышли из квартиры, миссис Пакертон, Эш и Кочу заметила. Эй, ребят, посмотрите на это. А за картиной прятался какой-то мусоропровод. Странно, в этом здании нет мусоропровода. Не похоже, что он ведёт на улицу, не видно света. Будь осторожна, Эш. Интересно, куда он ведёт? Эш? Эш, ты в порядке, Эш? О, нет-нет-нет, не может быть. Пожалуйста, пусть она будет в порядке, мы должны выяснить, куда он ведёт. Как мы, что мы... Я полезу вниз, другого выхода нет. Чувак, нет. Ты сейчас не соображаешь? Что если ты тоже упадёшь? Или приземлишься на неё? Если она ещё жива, это может её убить. Ладно, хорошо, ты прав. Давай подумаем. Я знаю, куда он ведёт. Что? Что? Откуда? Откуда? Не важно, просто сходи за Тоддом, встретимся в подвале. Ну да. Что происходит? Сал, что ты увидел? Эшли в порядке? Всё будет хорошо. Помоги-ка мне с этим. Они доп. Запятого. Погоди, один из ключей Пакертона напоминает старый ключ? Под квартиру. Попробуй его... О, точно, я совсем про них забыл. Прекрасно. Прекрасно. Здесь ничего нет. Дай мне минуту, чтобы посмотреться. Так, спальня. Ну да, сейчас будет всё самое интересное. Так. Ковёр порван в этом месте. Похоже на... Ммм... Ребят, идите сюда. Взгляните. Чувак. Должно быть, в здании есть незадокументированный подвальный этаж. Он точно не указан в чертежах, что я встречал. Возможно, старый погреб или нечто подобное. Понятия не имел, что он тут есть. Третий ключ из квартиры Миссис Пакертон подходит к двери. Эш, наверняка там внизу мусоропровод мог везти только сюда. Что ж, пора спускаться. Погнали, чё. Ну, выглядит хреновенько. Потрясаю. Потрясаю. В этой архитектуре как минимум несколько веков. Несколько веков кровавого стонизма. Жестя какой-то. Всё покрыто плотным слоем пыли, а это, скорее всего, означает, что здесь уже давно никто не обитает. Понадеемся, что зловейшая история этого места осталась в прошлом. Да, а уж что, нам нужно как-то пройти через врата. На вид нет никаких очевидных механизмов, запускающих большие врата. Должно быть, они встроены в стены. Весьма вероятно, что устройства управляют вратами скрыто. Нам стоит разделиться и обыскать комнату. Окей. Так. Древняя книга с изображением птицы в кругу. Так. Орошены кровью, а нижняя часть самой книги обожена. Так. Когда дотрагиваюсь, у меня кружится голова. Какая-то тёмная энергия. Так. А, вот кристалл. Так. Кристалл это хорошо. Ну, по-моему, кристалл нужно вставить в обе вот этой части, да? Или как? Так. Так. Подожди-ка, а там ещё кроме этого... А, вот два кристалла, ёбушки-воробушки. Это значит, надо... Подожди, а с того... Кристалла мы вытащить можем? Нет? Так. Ну, то, что мы зажгли, это хорошо. Конечно. Это значит, надо не этот зажигать, А, вот это, да? Эй. Подожди-ка. Увеличились? А, точно. Ты только глянь. Так, а какой там активировать? Слева два раза. Раз. Два. Так. Ну? Чувак, ты что, до сердечного приступа меня довести хочешь? Я чуть штаны не наложил от страха. Прости, я сумел на секунду приоткрыть ротан, но рычаг не желает держаться на месте. Тодд, можешь постоять на этой платформе, мы с Ларри пойдем искать Теша, а ты позаботишься, чтоб нас не замуровало? Да, конечно, могу. Давай, Скубиду, могу. Готов? Нет, ну я же где-то там, так что погнали. Поосторожней там, ребят, не хочу тут еще кого-то потерять. Тут два прохода, нам стоит разделиться, ой, сейчас там самый тяжелый момент будет. Я боялся, что ты это скажешь. Ну да. Хардкор. И почему со мной все время происходит такая бабуйня? Хм. Потому что ты с Салли связался, чувак. Теперь надо потише сделать звук. Ёпт, да это место просто лабиринт какой-то. Так, а я так услышу? Или нет. Ой, я не люблю сейчас со звуком мутить косячки. Ну, походу, придется. Нет. Че, неправильно, что ли? Или правильно? А не, правильно. Так. А теперь с платформами трешняк начнется. Так. Так. М-м-м-м. Так, нумеруем плиты от одного до пяти. Да. Окей. Становимся на плиты. Один, два, три. Один, два, три. М-м-м. Два. Три. Потом два, один. Два, один. Два, три. Два, три. Два, три, четыре, пять. М-м-м. Два, три, четыре, пять. Отлично. Так. Погнали тогда. Так, теперь играть за Салли. Так, подожди, а теперь наоборот. Ага. В смысле, подожди. А, влевую, наверное. В смысле, блядь? Ну, наконец-то. Так. М-м-м. Теперь здесь наоборот. Так. Нумеруем условные плиты слева направо от одного до пяти. Так. Значит. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Значит. Четыре, три, четыре. Три, один. Три. Один. Так, теперь можно обратно звук поставить. По-моему, где-то так был. О, ты вовремя. Думаю, что подкрыть врата нужно одновременно потянуть эти рычажки. Видимо, мы прошли по большому кругу. Комната за вратами. Самый центр этого места. Это последняя комната. Эй же должна быть внутри. Окей. Думаю, это странная штуковина и стала миссис Пакертон. А, вот и это. Куда вставить? Та-дам! Ого! О, пресвятые яйки. Ну, да. Куча костей. Понятно. Тут, значит, ничего у нас, да? Книга не лежит. Это понятно. Что книги лежат и не... Эш! Эш, ты в порядке? Эш! Она что? Она все еще дышит. Давай, помоги мне ее поднять. А? Она очнулась? Что происходит? Где мы? Чувиха, ты свалилась в долбанный мусоропровод. О, господи, мусоропровод. Я думал, мы тебя навсегда потеряли. Я рад, что мы тебя нашли. Ты в порядке? Кажется, да. Просто в голове туман и тело болит. Но хоть кости не сломаны, по крайней мере, мои. Эй, блин, не поверишь, через что мы прошли, чтобы тебя найти. И все благодаря Салле. У него случилось очередное видение. А потом мы нашли старую дверь в подвал, а потом спустились по длинной жуткой лестнице, а потом нашли долбанутый культийский храм. Или что это вообще было? А потом наткнулась... Наткнулись на кучу загадок, ловушек, лабиринтов, а потом... Тот! Тот держит для нас открытые главные врата, нужно к нему вернуться. Ой, как сложно это все переварить. Поверить не могу, что нечто подобное находится прямо под апартаментами. Спасибо, что пришли за мной, не знаю, что бы я без вас сделала. Ну да. Сдохло ты бы без нас. Так, как мы поступим? Миссис Пакертон убила целую кучу людей. А колбаса, брррррр. Нельзя же на это просто забить. Определенно нельзя. Судя по тому, что вы мне рассказали о внутренних комнатах храма и квартире миссис Пакертон, весьма вероятно, что и она оказалась поглощена оккультизмом. Хоть братство и распалось много лет назад, она могла просто наткнуться на эту дверь, как мы сами. Или, возможно, она его последний вышивший член и теперь пытается самостоятельно завершить их планы, какими бы они ни были. Ты же не думаешь, что она пытается возразить красноглазого демона? Надеюсь, что нет, но если это так, мы будем готовы. Кстати, ребят, такой вот вопросик маленький, чтобы немного отлежься. Угадайте, какой я пью чай? Какой фирмы? Ну там, знаете, есть там чай Липтон, Нури, там еще всякие прикольные чаи. Угадайте, какой чай я пью. Вот. Но он, кстати, вкусный чай все равно. А, еще чай Тесс есть. Вот. И пью я его с лимоном или без лимона? Вот такой маленький опрос во время стрима. Так. Блин, мы должны ее остановить, и желательно до того, как это произойдет. Знаю, что эти местные органы не вариант. Возможно, стоит связаться с полицией штата или ФБР. В этот раз наши родители хотя бы не смогут отрицать происходящее. Они помогут нам, когда мы покажем им, что находится под этим зданием, и чем занималась Паккертон. Я же права. В этот раз стоит привлечь наших родителей. А может, стоит просто ее убить? Че? Миссис Паккертон может... Стоит просто ее убить? Она старая, так что ничего сложного. Мы не можем просто взять и кого-то убить Ларри. Тогда мы не станем лучше, чем она. Обычно я имел возражения против причинения кому-то вреда, но в данном случае Ларри, возможно, прав. Тот, Ларри... Ребят, вы серьезно? Подумайте обо всех странных необъяснимых событиях, которые произошли в апартаментах Эдисона и вообще в Нокфилле. Чем больше я об этом думаю, тем меньше мне кажется, что миссис Паккертон работает в одиночку. Наверняка ей помогает кто-то со стороны. Это объясняет, почему полиция скрыла подробности убийства Чарли и семейства Хоуз. Неясно, как далеко расползлась эта гниль. Проклятие. Это ведь логично. Сал, ты сегодня уже говорил о чем-то подобном? Не знаю, возможно, в этот раз нам и правда придется справляться самим. Возможно. Знаете, самые серьезные проблемы обычных подростков, всякие мелочи вроде популярности и красивой прически. Но у нас-то все иначе, нам, видимо, нужно волноваться о спасении мира. Мда. Так, что же произошло? Мы решили, что утро вечера мудренее, но как раз уже почти наступило и все ужасно вымотались. А учительница, что вы в итоге решили? Пошли в полицию? Нам не пришлось этого делать. Как оказалось, тем самым вечером Пакертон попала в аварию по пути домой, и она и второй водитель погибли при столкновении. О-о-о, как удобно. Если не верите, можете сами поискать информацию. На следующий день первую полосу газеты украшал заголовок «Всеми любимая учительница Ноквелл Хай убита пьяным водителем». Но, конечно, вы ничего не найдете о трупах в ее квартире или о том, что она кормила учеников человеческой плотью. Это все скрыли. Круто. Понятно. Мне плевать, если вы мне не верите, это правда. А вы обещали пустить в эфир полную историю. Не переживайте, Сал, она выйдет полностью, я всегда держу свое слово. А еще я думаю, что зрителям будет очень интересно вас послушать. Сейчас за вами все наблюдают. Вы говорили о своей подруге Эшли с небывалой теплотой. Я так понимаю, вы с ней были очень близки? Вы даже считали ее одной из своих лучших друзей, как и Ларри. Джонсона с Тоддом Моррисоном, верно? Да. А это вы видели? Обвинитель вызовет Эшли Кэмпбелл для дачи показаний против Салли Крамсали. Кэмпбелл, давняя подруга Салли Крамсали. Говорят, они были очень близки, когда учились в старших классах. Ага, значит, сегодня состоится суд по делу массового убийства, да-да? В том числе всей его семьи. А что с Тоддом? Вы обещали рассказать мне про Тодда? Ох, точно, конечно. Вчера мы снимали сюжет про Моррисона, а он до сих пор в больнице после произошедшего той ночью. Он все еще вне себя, не восприимчив, не разговаривает, так что мы не сумели с ним пообщаться и в основном вели диалог с его доктором. Мне жаль, Салл, но судя по всему, Моррисон не идет на поправку. На самом деле его состояние становится только хуже. Говорят, что ущерб, который был нанесен ему той ночью, необратим. Он не отличает выдумку от реальности и только и хочет, что умереть. Когда ему отказывают смерти, он начинает вести себя невероятно агрессивно. Я должен ему помочь, я должен как-то ему помочь. Даже доктора и квалифицированные специалисты не смогли помочь Тодду. Как вы сумеете это сделать? Я знаю правду. Я знаю, что произошло на самом деле. Я знаю, что я не так с Тоддом. Я знаю, что я не так с Тоддом. Я встал, я уже встал. Так, ну смотрите, ребят, на этом начинается четвертый эпизод. Эээ, как выйти, алло? Да какого хрена, как мне выйти? А, вот. Короче, я сейчас выйду в меню, это уже четвертый эпизод будет. По-моему. По-моему, да. Скорее всего, это будет четвертый эпизод. Да, потому что картошка была, третий эпизод. Ну что, ребят, спасибо, что смотрели. Посмотрели полностью третий эпизод. Ну а с вами был Казуков Фэмили. Всем до нового четвертого эпизода с Али Фейс. А всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Всем до новых встреч и всем пока-пока.